Добрый день, меня зовут Страшков Денис, я работаю в институте системного программирования российской академии наук и тема моего сегодняшнего материала это введение в статический динамический анализ драйверов операционной системы windows рассмотрим классическую схему которая обозначает различные кольца защиты которые реализованы в операционных системах в частности кольцо ring 3 это уровень юзер-мода также кольцо ring 2 ring 1 и кольцо ring 0 собственно режим ядра который мы будем рассматривать в рамках текущего материала также есть еще несколько колец защиты ring минус 1 ring минус 2 ring минус 3 вам когда на материала мы их рассматривать не будем зачем проводить аудит кода драйверов windows собственно перечислены те потенциально деструктивные воздействия которые могут быть оказаны в случае успешной эксплуатации в уязвимостей агротер ах операционной системы windows это может привести к повышения привилегий до уровня администратора исполнения произвольного кода в режиме ядра windows доступ к физической памяти доступ к специализированным регистам процесса а также известны факты эксплуатации о уязвимостей драйверах операционной системой windows здесь перечислены названия тех целенаправленных компьютерных атак которые использовали различные уязвимости в драйверах Windows, тип данной целенаправленной компьютерной атаки и тот антивирусный вендор, который задетектировал данную целенаправленную компьютерную атаку. Одна из наиболее интересных это HelloJax, ее задетектировал Asset в 2018 году. В рамках атаки использовался заранее известный драйвер операционной системы Windows, который позволял воздействовать на UEFI BIOS под систему и переписывать ряд ее модулей. Теперь расскажу оперечни дефектов, которые были обнаружены при проведении аудита кода драйверов операционной системы Windows. Например, дефекты, приводящие к повреждению памяти. Ряд этих дефектов были озвучены на предыдущем слайде. Это переполнение буфера на стеке и переполнение буфера на куче в драйверах Intel и в драйверах для операционной системы Windows. Также один из дефектов — это переведение буфера на куче в операционной системе Windows в драйверах для везущих криптографическую подсистему. Также есть дефекты, например, которые позволяют записать что-либо куда угодно. Например, Например, ситуация у iPod layer. Данный дефект был обнаружен в рамках утилиты AMD, которая необходима для оверклокинга их CPU. Также дефекты, например, которые позволяют открыть доступ к физическому адресному пространству из непривилегированного режима. Например, здесь приведена CVE, которая была обнаружена в утилите SROG. Также дефекты, которые позволяют открыть доступ к MSR-регистрам процессора из непривилегированного режима. Здесь приведена CVE в рамках утилиты SROG. Теперь поговорим о том, что из себя представляют драйвера операционной системы Windows. Будем рассматривать на примере VDM-драйверов. На слайде изображена часть исходного кода точки входа VDM-драйвера. Обратим внимание на то, что нам необходимо задать имя девайса, к которому будем обращаться из юзер-мод-режима. В данном случае это ZERODriver. Дальнейшее вызываю функцию, которая создает девайс данного драйвера. Это функция InputOutPudCreateDevice, в рамках которой один из аргументов это DriverObject. Собственно, в рамках структуры DriverObject мы задаем функции, которые будут отвечать за обработку различных InputOutPudRequest пакетов. В частности, InputOutPudRequest пакет MajorCreate, который будет обрабатываться при обращении к девайсу драйвера и в случае получения к нему необходимого доступа. Для обработки InputOutPudRequest пакета реализована функция IRP Device InputOutPudControlHandler, которая как раз-таки отвечает за реализацию кастомного функционала реализуемого драйвера. Теперь поговорим о том, как работать с VDM драйверами из UserMod режима. На слайде изображен исходный код такой реализации. Здесь нужно обратить внимание на то, что для взаимодействия с девайсом данного драйвера нам необходимо вызвать функцию CreateFile, в рамках которой мы передаем аргумент, это имя девайса, с которым мы хотим работать. Он возвращает хендлер на данный девайс. В дальнейшем данный хендлер мы можем использовать в рамках функции DeviceInputOutPudControl, как раз которая посылает InputOutPudRequest пакеты типа DeviceControl. Первый аргумент у нее это хендлер нашего открытого девайса. Далее числовое значение это тип нашего DeviceControl запроса. Буфер входящий, размер входящего буфера, буфер выходящий его размер. Для окончания работы с девайсом мы вызываем функцию CloseHandle, в рамках которой как раз-таки передаем аргумент открытого хендлера нашего девайса. На следующем сплайде схематично изображено взаимодействие режимов KernelMod и UserMod. Справа изображен, собственно, KernelMod, слева UserMod. В рамках режима KernelMod у нас реализован какой-то драйвер, например, MyDriver.Sys. Вызывается функция InputOutPudCrewayDevice, которая как раз-таки создает необходимый девайс, который вам будет происходить взаимодействие из режима UserMod. В рамках данного девайса реализованы различные обработчики IRP-пакетов, в частности IRP-пакет типа DeviceControl, обработчик который реализован функцией MyControlFunction. В рамках данной функции реализован обработчик запроса с InputOutPudControl кодом 0x800. В рамках режима UserMod для начала мы создаем хендлер данного девайса, вызовом функции CreateFile в рамках аргумента, которому мы передаем имя данного девайса. А в дальнейшем для того, чтобы посылать InputOutPudControl пакет типа DeviceControl, мы вызываем функцию DeviceInputOutPudControl. Первый аргумент, который — это хендлер открытого девайса. Второй — InputOutPudControl код. Третий — это указатель на выходящий буфер. При вызове данной функции операционная система Windows создаст InputOutPudRequestPacket, в рамках которого передаст InputOutPudControl с значением 0x800. После выполнения конкретного обработчика выходящий буфер вернется в UserModное приложение. На следующих слайдах рассмотрим то, как обозначенные выше дефекты реализованы в драйверах операционной системы Windows. На данном слайде рассмотрим чтение физического адресного пространства. Здесь стоит обратить внимание на то, какие функции вызываются для реализации данной логики. Например, здесь для чтения физического адресного пространства мы сначала маппим физический адрес, вызывая функцию MemoryMapInputOutPudSpace. Первый аргумент, который — это, собственно, адрес физического адресного пространства. В дальнейшем, для того, чтобы уже по нему почитать, мы используем функции ReadRegisterUchar, Ushort и Long, то есть в зависимости от того, сколько мы хотим прочитать, один, два или четыре байта, мы вызываем ту или иную функцию. Теперь рассмотрим пример записи в адресное пространство PCI. В принципе, оно аналогично записи или чтению из адресного пространства физического, но отличается только тем, какие API-функции вызываются для реализации данного функционала. В данном случае, для того, чтобы замабить адресное пространство PCI, используется вызов функции HowSetBuzzDataByOffset. Для непосредственной уже записи в само адресное пространство вызываются функции WritePortUshort и WritePortUlong, то есть в зависимости от того, сколько мы хотим записать, два байта или четыре. На данном слайде пример CVE 2020-17-087. Данное CVE связано с переполнением буфера на кучу. Основная цель данного примера — показать, что вызывности, связанные с повреждением памяти, ничем не отличаются в рамках режима KernelMod от режима UserMod. Собственно, перейдем к самому примеру, что в рамках данной CVE было обнаружено. В частности, аргументы в функцию CFGAdapterFormatPropertyBlock, такие аргументы как SourceBuffer и SourceLens, они контролируются. Значение аргумента SourceLens умножается на 6, в результате чего оно может привести к целочисленному переполнению. В дальнейшем данное значение уже передается для выделения динамической памяти, для выделения памяти на кучу. В дальнейшем для уже копирования на выделенный буфер из контролируемого нами буфера SourceBuffer используется значение SourceLens. То есть таким образом мы можем скопировать на выделенный нами буфер больше, чем действительно планировалось. Через целочисленное переполнение мы приходим к переполнению буфера на кучу. Рассмотрим структуру Input Output Request пакета. У данной структуры есть неизменная часть ее заголовок и часть изменяемая в зависимости от типа запроса Input Output Request пакета. В рамках данного как раз пакета передается указательно входящий буфер, его размер, выходящий буфер, его размер и тип запроса. На данном слайде рассмотрим структуру Input Output Request пакета. Поля данной структуры получены при помощи возможности отладчика WinDebagger. Не все поля данной структуры нам необходимы, просто ряд из них важен для понимания взаимодействия Kernel Mode и User Mode режимов. Часть из этих полей будет рассмотрена на следующих слайдах. На данном слайде расскажу, что из себя представляет Input Output Control код. Это то значение, которое передается в рамках аргумента при вызове функции Device Input Output Control. То есть данная функция вызывается в рамках юзер-модного приложения, при вызове которой формируется Input Output Request Packet операционной системы Windows с тем значением, которое было указано в качестве Input Output Control кода. Остановимся более подробно на полях данного значения, которые нам наиболее важны. Это поле Transfer Type, это первые два бита. Function Code, собственно, то значение, которое будет определять, какой конкретный функционал вызвать уже в рамках обработчика девайс-контрола в рамках драйвера. Также поле Tip Device. Ниже описано то, как данное значение формируется в зависимости от того, где какое поле располагается в рамках значения Input Output Control код. Рассмотрим перечень средств, которые усложняют эксплуатацию обнаруженных уязвимостей в рамках драйверов Windows. Например, технология SMAP, которая не позволяет выполнять код из режима Ring 0 на страницах пользовательского непривилегированного режима. Также технология NX или DEP, которая не дает возможности выполнять код на тех адресах, где для этого нет разрешения. Также технология Hypervisor Code Integrity, которая предотвращает модификацию и отслеживает различные модификации кода ядра Windows. И Kernel CFG, которая предотвращает переиспользование кода ядра Windows, например, если есть возможность использовать RobChain. На данном слайде опишу то, как все-таки можно фазить драйвера операционной системы Windows. Здесь стоит обратить внимание на то, как данные из режима User Mode передаются в режим Kernel Mode. То есть в зависимости от того, сколько данных мы хотим передать и каким способом будет использоваться тот или иной метод. Они обозначены на слайде. Как раз-таки метод Buffered, метод Indirect и метод Nase. В зависимости от того, какой метод мы хотим применять, мы будем использовать те или иные поля различных структур, которые используются в рамках Input Output Request пакета. Остановимся на методе Buffered. Для передачи размера входящего буфера мы используем поле структуры Device Input Output Control Input Buffered Lens. Для передачи самого буфера используется структура Associated ARP и ее значение System Buffer. Ну и так далее, в зависимости от того, какой метод используется. Теперь, зная, какое поле используется в качестве входящего буфера, мы можем его использовать для того, чтобы отсылать какие-то рандомизированные данные и смотреть, насколько корректно эти данные обрабатываются в рамках режима ядра операционной системы Windows, ну, в рамках того драйвера, который нам интересен. В рамках данного слайда возможно найти материалы, которые помогут изучить тематику анализа драйверов операционной системы Windows. Первые три ссылки — это CVE, которые были описаны выше в рамках данной лекции. Следующая ссылка описывает подходы к анализу драйверов операционной системы Windows. И крайняя ссылка описывает проблемы, которые могут быть связаны с использованием сторонних драйверов операционной системы Windows, в которых есть какие-то уже заранее известные уязвимости. Понятно, что в рамках данной лекции глубоко погрузиться в данную тематику не получится, но вот потенциальные материалы помогут раскрыть ее и уже более глубоко изучить. Собственно, на этом лекция закончена. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова